Ураган Иоанн оказался одним из самых разрушительных за последние 25 лет. Более 113 человек погибли. Сколько пропало без вести, неизвестно. Около 2,5 миллионов человек оказались без света. Да и что там говорить, до сих пор электроэнергию еще не везде восстановили. 28 сентября на американские города штата Флорида обрушился ураган Иоанн, набрав силу пятой категории. Пронесся он со скоростью ветра 250 км в час. Уровень воды стремительно начал подниматься и уже на улицах города можно было наблюдать проплывающие мимо лодки по дорогам, автомобили, а также океанскую живность. Например, акулы, ну и иногда встречались даже крокодилы. Ну а количество видосов с утонувшими суперкарами с улиц города побило все рекорды в интернете. Люди физически не могли спасти эти машины, потому что это было опасно для жизни. Все эти утопленные машины уже на аукционах и сегодня мы вживую посмотрим последствия этого катастрофического урагана. И я вам попробую рассказать, почему же не стоит покупать именно вот эти утопленные тачки. Ребята, короче, смотрите сюда, здесь полный трындец, а эскалейт стоит открытый, поэтому стеклышко тут уже разбили. Перед тем, как мы перейдем к сути нашего видео, друзья мои, хочу попросить вас поставить лайк этому видосу и подписаться на канал. А если можете поделиться, то поделитесь, я обещаю, история будет интересная. Мы с вами находимся на улицах города, которая затопила. И здесь вы видите стоять машины, они открыты и внутри просто горы, мусора и грязи. Салют, guys! Ну что, я приехал в Майами и сегодня мы отправляемся в прибрежные города, где произошло затопление. Со мной мой старый дружище Дима. Здравствуйте, Дим. Да, доброе утро. И с нами наш эксперт по климатическим сдвигам Надежда. Здравствуйте, Надежда. Дима, как всегда, в своем репертуаре, чтобы не было скучно ехать обратно, взял с собой эксперта. Значит так, у нас не только миссия посмотреть наши города, которые затопило, и что же происходит на аукционах сейчас, а отдельная история будет. Мы сейчас едем еще эвакуировать Димину машину, потому что перед началом вот этого самого урагана он уехал в доме на колесах в Лас-Вегас. Забрать оттуда лодку с аукциона. Да, а сейчас нас ждет либо сюрприз, либо все будет окей. Короче, тачка где-то там стоит в Сарасоте. Мы вот, как вы видите, на дороге, на пути туда. Погнали с нами, ребята. Такой низкой ставки еще не было. Кредит в Альпо-банке от 4,5%. Получите деньги уже сегодня. Ребят, наша первая точка, в которую мы приехали, это город называется Форт Майерс. Форт Майерс мы сейчас просто вот проезжали мимо и увидели лодки, которые на обочине дороги. Тут океан до океана еще где-то миль 5 ехать, чтобы вы понимали. Лодки на дороге валяются. Вот сейчас вот мы подъезжаем, здесь все затоплено, разрушенные просто улицы, улицы города. Вот сейчас мы решили повернуть, чтобы проехать сквозь туда. И сейчас я покажу кадры. Ну, это реально просто трэш. Смотрите, это был когда-то ресторан, по-моему, да? Люди пытаются разобрать. Да, здесь были магазины, здесь все это валяется. Последствия урагана катастрофические просто для маленьких вот этих городов. Все выбито, кругом мусор. Представляете, какого уровня вода поднималась, если сюда вот все залило. Пожалуйста, магазин, разбиты стекла и все товары здесь еще на вешалках висят. Я, честно, я такого не видел. Просто это какой-то страх и ненависть. Я хотел себе кепочку купить. Я вот думаю, может, мне ее просто взять. Хотя не стоит. Это уже будет противозаконно и неправильно как-то. Я думаю, что страховые компании должны покрыть все эти ущербы. Но смотрите, мы видим уровень воды, да, насколько он поднимался. Если вот это вот все грязь, все это вымотое, вот там стены размотаны, а они размокли, потому что это гипсокартон. Но то количество мусора, которое здесь, все это разнесено. На самом деле это была плаза с какими-то аутлетами, потому что здесь Пола, Ральф Лорен, Кельвин Кляйн, Левайс, все брендовые магазины, которые были залиты. Вот кепки я только что смотрел, это лиц-магазин вот здесь. Я повторюсь, людей вообще нет. Вещи до сих пор в магазинах. Все это половина смыто, половина затоплено. Просто все в ужасном разбитом состоянии. Горы мусора. А соседние улицы, домов, это просто не описать словами. Ребята, нас остановили полиция, говорят, дальше проезда нет. Это, собственно говоря, я говорю, куда мы можем попасть, чтобы снять прибрежную зону. Он говорит, езжайте в Форт Майерс Бич и сейчас пытается показать нам. Сейчас покажет пару фотографий, мы попробуем узнать, где это на камере, вернее на карте. Это, где много торнадоев, где вверх, где вверх. О, реально? Как я сказал, я у меня... Это все в Форт Майерс Бич, где там. О, о. Это, где все... Окей, можешь показать нам на карте, как мы можем получить это? Если вы идете вниз, то 2 миллиона, и вы идете на Сумерлин. О, окей. Вы идете на Сумерлин. Окей, спасибо большое. Вы все слышали сами. 2 мили вниз и направо. Разрушенные мосты, пирсы. Ну, давай, что? Осталось 2 мили, Дима, поехали. Ребят, как я уже и сказал, ураган Иен оказался одним из самых сильнейших за последние 25 лет. И одним из самых разрушительных. Конечно же, жители всех прибрежных зон предупреждали о том, что идет этот ураган. И вы знаете, очевидцы событий, а ребята, точнее, которые живут именно там, в этих зонах, мне рассказывают, как это было. Уровень воды в океане начал отходить. И отошел он вот примерно где-то на 200 фит, что означает, ну, где-то на 60-100 метров от береговой зоны вода ушла. И потом, уже с ветром, вся эта вода начала возвращаться снова на город и начала волнами, приливной волной накрывать все жилое и нежилое. В общем, чтобы вы понимали, волны достигали 4 метров в высоту. Уровень воды поднялся на 4-5 метров и затопил все вокруг. Именно поэтому вся техника, которая была на воде, она находится сейчас на дорогах. Как мы видели с вами, там проезжая, лодка лежит на Шевроле Тахо. Я не знаю, как это объяснить и описать, но это напоминает реально постапокалипсис. Она на Тахо лежит, смотри, она на машине. Ребята, это ощущение просто, что мы попали в постапокалиптичный мир какой-то. Смотри, огромный лайнер, корабль вон там валяется. Просто вот он стоит на берегу. Я решил Диму уйти. Уговорить остановиться. Смотрите, вертолет садится или просто пролетает мимо. Это огромный корабль, который стоит на берегу. Он весь, весь поколоченный, весь просто пошел. Стены сломаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это последствия разрушения. Ребята, они ужасные. Вы видите, просто это, я не знаю, это что было. Это может быть какая-то гостиница на воде, ресторан. Но там видим спальню. Это была, видимо, главная каюта. Вот здесь дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Там под ним внутри еще лодки. Здесь лодки. Вы представляете, скоро это все появится на аукционах. Скоро это все вытащат и отправят на Капар. Тот, кто еще не успел купить лодку, друзья мои, самое время. А вот тачку покупать точно не стоит. Почему? Вот сейчас дальше, я думаю, я расскажу. После того, как ураган накрыл прибрежные зоны, улицы города наполнились утопленными автомобилями. Конечно же, позже все эти тачки поедут на аукционы. И тут, друзья мои, наступает важный момент. Не все эти машины можно покупать. И сегодня я приехал специально в Майами к моим друзьям. Ребята занимаются профессионально утопленными машинами. Восстановлением утопленных машин. Друзья мои, это Виталик. Многие, кто подписан на мой канал, уже давно его знают. Виталик, ты наблюдаешь за картиной, которая происходит сейчас на аукционах. Машины повалили. Сколько количества утопленных машин, по твоему мнению, добавилось на аукционах? Ну, там можно легко посмотреть, потому что до урагана было всего лишь 8 тысяч автомобилей на аукционе. Сейчас после урагана, на сегодняшний день, уже 32 тысячи автомобилей. То есть 24 тысячи автомобилей добавилось. И это еще добавляется и добавляется. И как я наблюдаю, что они добавляются во всех штатах, потому что площадки просто не могут их принять, которые находятся там в Форт Мейерс, там в Пунто-Городе и так далее. Они их везут туда, в Джорджию, в высшие штаты. И вот мы видим с вами, стоит Эскалейд, друзья мои, на улице города. Посмотрите, что у него в салоне. Вот так вот выглядит весь салон этой машины. И вот еще стоит вода. И я думаю, что эта тачка скоро попадет на аукцион Капарт. И люди просто смогут ее, я думаю, купить. Я думаю, что ее даже купят больше, наверное, перекупы. Потому что ее помоют, почистят и поставят обратно на продажу. И вот этот автомобиль можно будет купить совсем за недорого. Но дороже, чем его купят перекупы. Жалко новую тачку. Что делает соленая вода с проводкой? Слушай, ну, конечно, соленая вода, это для машины, она делает чудеса. Провод выгнивает изнутри, вода попадает прям под изоляцию. И этот провод, допустим, сегодня он целый. Ты его еще можешь припаять, там что-то там с ним сделать. Он работает. Ну, а там через 5-6 месяцев он внутри просто валится. И с него ничего не останется. Ребята, чтобы вы понимали, что происходит с кожей в этих автомобилях. Кожа начинает скукоживаться. И даже сейчас вот я могу уже показывать кадры с аукциона. Вот видно, как торпеды дорогих машин, они просто сжимаются. То есть у нас идет по любви проводка, все шаровые, так? Ну, конечно, подшипники, которые там на ходовой, то есть они, вода попадает и попадает в шарики. Это не пресная вода, которая была где-то в болоте, в речке, еще где-то, которая вышла и все. Это живая вода, назовем это так. Это мертвая соленая вода, которая разъедает абсолютно все и вымывает все. Это машина, это труп. Это новый эскалейд, и он труп. И тут таких трупов разбросано просто вот здесь везде. Вот здесь на крыше вот этого вранглера лежит какая-то крыша. Парадокс, да? На крыше лежит крыша. Вот там машины стоят с открытыми окнами. У них внутри, естественно, все тоже залило. Здесь, смотрите, какую грязь, торпеды. Все, все это подкрывается слоем мха, потому что здесь влага, здесь духота. Типа, блин, утопленная тачка, офигенно, ее можно купить за копейки. Вот, но она была затоплена прилично. Вот что грозит вот этому человеку? Он не дилер, он не хочет на кого-то кинуть, он хочет себе купить. Что его ждет? Ну, во-первых, этого человека ждет, конечно, достаточно приличный ремен. Если он видит, что она утоплена там выше, там вот так где-то утоплена. Конечно, ему надо там будет постараться, чтобы ее восстановить. Но он ее купит очень дешево. Он ее купит просто по цене металлолома. Ну, не металлолома, а как запчасти он ее купит. Если он захочет ее восстановить, да, он ложится туда, он ее восстановит. Он заменит проводку, заменит модули, заменит все остальное. там все что надо там всем автомобиле ураган был ночью все 100 автомобили стояли двигателя у них должны быть живые они живые но они затоплены соленой водой до соленой водой затоплены в таком случае я бы лично взял бы одну битую одну соленую все свободного этого если перекинуть то есть твое мнение использовать из этих машин можно только кузовщину ну или наоборот смысле из сильно битые автомобили мы можем переставить все в хорошую в соленый автомобиль такой низкой ставки еще не было кредит в альфа-банке от четырех с половиной процентов получите деньги уже сегодня окей ребята мх-5 миата вся затопленная внутри горы мусора а у вас здесь? мы всегда были были сзади мы сейчас что-то исполняем сейчас ох это было очень сильное это путь про Бога это застрел это было очень сильное я имею в виду это отличный язык да но мы еще здесь да мы еще тут все обрабатываются это все уже важно Это красиво. Это красиво. Ты обновляешь бизнес или просто строительство? Да, мы работаем строительством. О, красиво. Эти строительства будут... Ребят? Да. Красиво. Хорошо. Удачи, ребята. Спасибо. Удачи! Я по своему собственному опыту знаю, что каждый год во Флориду приходят ураганы. Людей предупреждают. В прошлом году, когда я здесь жил, нас это миновалось, слава богу. Но люди готовились. Люди скупали в магазинах абсолютно всё и были, казалось бы, готовы ко всему. Но как можно быть готовым к тому, что уровень воды поднялся на 4 метра, все машины ушли под воду, лодки плывут по улицам города, крокодилы, акулы? Мне кажется, к этому нельзя быть готовым. Ребят, мы находимся просто в мясе. Если честно, я вот реально такого не ожидал. Я ещё ехал, думаю, ну там, наверное, всё разобрали. Какой разобрали, вы смотрите, что мы видим. Здесь люди лишились абсолютно всего, смытые дома. Все вещи на улицах валяются. Сейчас там классный домик, дядька идёт такой в татуировку накачанный. Красавчик у него просто, он всё выбрасывает, всё из дома выбрасывает. Я не знаю, мы посмотрели, вода примерно поднималась, уровень 4-5 метров. Это, я не знаю, это вот высота вот этого дома. Видите, он весь насквозь вымытый вообще. Вот лодка валяется в кустах. Дим, смотри, причём, да, хороший спортивный катер валяется. Твою мать, я не представляю. Вон там машина на задворках просто вся. Я в шоке. Дом, смотри, перевёрнутый, он на боку лежит. Ты видишь этот дом на колёсах? Твою мать, ребят, я честно вот, я такого не ожидал. Ещё люди повезло, некоторые действительно собирают свои вещи в лодку и уезжают отсюда. Я не представляю, вот это, это просто вот смытый дом. Вот у чувака, всё, всё на улице. Стой, стой, стой. А вот разбор завалов разбирают, дом просто ломают, смотрите. Это кошмар. Я честно говорю. Извиняюсь за повторение, но, ну правда, я не желаю никому такое пережить. Представляете, сидите вы такой на крыше своего дома. Вокруг вода, проплывает чья-то яхта, потому что соседская машина уже давно проплыла. И тут поплыл соседский дом. Самое главное, наверное, чтобы соседа на крыше не оказалось. Проезжая ещё по одной улице, ребят, мы... Я просто не могу не подзаписать это на вот влоговую камеру. Лежит лодка. Она не просто лежит, эта лодка лежит на машине, вот здесь вот. Здесь написано, бесплатная одежда и, по-моему, если не ошибаюсь, пиво. Короче, видимо, люди уже делятся тем, что у них есть. Лодка до сих пор здесь, машина тоже валяется. Здесь ещё одна лодка. Вот чуваки местные, которые разгребают все эти завалы. Вот ещё один, кстати, баркасик лежит на борту, на боку. И я думаю, что он точно уже не пойдёт в дальнее плавание в этом году. А возможно, в своей жизни. Это ваш пантерак Дайтона Суперберт 1969 года. И вы были дома, когда это случилось? Да. Вы не пострадали? Да. С момента, как только пришёл ураган, буквально через три дня, где-то около пяти страховых компаний объявили себя банкротами. Это означает, что люди, которые пострадали, не получат свои выплаты. Они это продают уже к тем дельцам, которые приехали и говорят, слышь, я твой Rolls готов выкупить в кэш за столько-то. Сейчас эти машины, все, которые попадают на аукцион, я думаю, процентов 30-50 пройдут через дилеров. Конечно, да. И попадут обратно на аукцион, как уже отмытые, чистенькие, на других локациях. И люди уже даже не будут знать, что они отсюда. Но если только не пробив историю этой машины. Я вот, например, нашёл одну Bentley. Ты видел? Я тебе покажу фотографии. Такие машины, вот мне Денис показывал Bentley, очень интересные. Она до этого не была, не продавалась. Я не видел, чтобы она продавалась. Сейчас такая тенденция у ребят, которые имеют там достаточно большое количество запаса денег, они прям едут туда и прям выкупают эти машины без аукциона. И уже отмывают и ставят. И ты уже видишь, что эта машина ни разу не продавалась, значит, она, наверное, страховая. А на самом деле она… Локация Копарта, на которую мы приехали. Это их плохая новость, друзья мои. Смотрите, у них здесь заборы. Они перестраивают. Они очень быстро расширяются. Свою локацию делают ещё больше. Ещё. Потому что сюда трафик машин просто не прекращается. Сюда везут и везут и везут. Видите, вот все эвакуаторы. Это они не вывозят. Они только привозят машины. Новость хреновая для нас тем, что они запретили сейчас посещение для всех абсолютно. У них сейчас идёт безумный трафик сюда тачек. Им надо с этим справляться. Не бороться ещё с деваками, которые пытаются там ещё посмотреть какие-то тачки и купить себе. Потому что они сейчас обрабатывают это всё. Мы попробуем прорваться на другую локацию. Мы сейчас поедем в Акичобе. Это сабла от этого же Копарта. Там есть ещё одна площадка. Возможно, мы попробуем пробиться. Но я не уверен. Потому что реально здесь они не очень настроены позитивно. Говорят, I'm so sorry. Но вы не можете попасть. Короче, это обидно. Потому что весь путь проделан и сюда. Специально для того, чтобы показать какие тачки попали. Что с ними произошло. Я думаю, мы будем в ближайшие два года покупать эти машины. Не мы, а вообще весь мир будет их покупать. Восстанавливать, что-то с ними делать. Потому что после прошлого урагана в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, мы до сих пор покупаем. А уже прошёл год с чем-то. А эти машины намного больше утонули. Поэтому ждём очень большой наплыв утопленников, так сказать. Ребят, здесь просто мясо из кораблей. Я не представляю какой мощности была волна. Что мы видим с вами рыболовецкий. Вон тот трал, который огромный. Он боком лежит на каких-то яхтах. Вот здесь боком лежит ещё один трал, который, я не знаю, вытаскивает вот эти большие. Пару яхт. Здесь запах стоит солёной таранки. Рыбы вот этой вот, знаете. Вот лодочка. И ей уже тоже конец. К сожалению. Там, там мясо. Вот это да. Дим, ты хочешь лодку себе? Нет ещё? Отсюда. Вот отсюда? Да. Ты знаешь, как-то не очень. Не очень, да? Вообще не очень. Можно было бы взять. Он неплохой вот этот вот. Точно. Да, слегка такой с плюсом. А так с минусом. Хороший азимут. Ты представляешь, что у него любителя? А ты представь, он стоил полмиллиона долларов. Вот этот азимут. Полмиллиона. Сейчас владелец этой лодки либо очень рад, либо плачет. Дима-дима. Время. Для тех, кто ещё интересуется, что же там всё-таки с Диминой машиной. Где он её оставил. и затонула она, не затонула, или все окей. Нас не пустили в эту эрию, потому что везде, как вы видели, копы стоят, все перекрыто, и они не пускают именно туда, где разгребают сейчас основные все эти завалы и прочее. Почему нас туда не пускают? Потому что мы нет никто, мы не резиденты и не владельцы никаких бизнесов. И, соответственно, сказать, что у нас там тачка стоит, это не про канала. В итоге Димин, друг, который там живет, он является резидентом, и он отправился смотреть эту машину. Дальше все подробности, что там с этой тачкой произошло, когда ее Димин встретит, это смотрите уже у него на канале. Но нам осталось буквально 17 минут до того момента, как мы подъезжаем на нашу локацию очередную Копорда. В общем, полтора часа мы неслись вообще в другую локацию и приехали сейчас. Вот там вот, как вы видите, они просто в поле расставляют машины, там их привозят и привозят и привозят, отсюда никого не забирают и никого туда не впускают. Две машины стоят, и Коп говорит, сейчас мне дали указание, никого не пускать. Я, говорит, не могу вас пропустить дальше, и в офисе вас не пустят туда, точно машины не покажут. Сейчас на светофоре был перед нами Каен, у которого просто старпанули, у него там полилась вода, не знаю, ведро воды в глушителе. Видите, все вот оно перекрыто, вот там их возят на вилах машины. Ну и, собственно говоря, везде кругом стоят, и это сейчас все в Коплине. Облом у нас со второй локации, с третьей, я бы сказал, локации, они просто не пускают. Могильничек есть еще один у меня. Сейчас мы едем туда, у нас час 15 дороги, если успеваем, тогда точно, точно все будет. Виталий, ты сам уже купил оттуда, правильно? Да, мы уже несколько машин купили, они уже приезжают, еще приедут несколько. Ну, есть, можно выбрать хорошие машины, потому что не все прям так, не все так плачевно, как там по крышу и так далее. Есть хорошие, вот допустим, мы вот эту Volvo взяли, мы сейчас смотрим, будем проверять мотор. Я открыл, я удивился, как бы она заявлена была, как с Пунта-Гордой, но она очень красива, у нее нет ни ржавчины, ни воды, ничего. Она полностью сухая, электроника работает, мотор крутится, потому что она завелась, даже мы ее спускали, она завелась. Как бы мне смущало, что вот это за соленая вода, но это оказывается просто кто-то сел. Ну, кто-то сел, да. Ну, то есть есть живые машины, я так понимаю? Конечно, да, есть, а это списывались все машины, которые стояли, то есть кто-кто абсолютно все. Вы списывали все, что просто стояло? Конечно, она вот так немножко там подтонула, так стояла, все, уже ее списали. Я слышал и видел в новостях, да и ты мне сказал о том, что Тесла сейчас загораются. Это вот как раз-таки виновата соленая вода? Да, это большая проблема, Тесла загораются, они даже не знают, как их тушить здесь, допустим. Если в Калифорнии там они придумали куда-то опускать какую-то там ванну с водой, там пригоняют там пожарную машину с этой ванной, то есть там одни батареи, грубо говоря. Да, да, здесь они не знают, они просто горят, они их ставят в сторонку и все, и ждут загорится она или не загорится, то есть они не ставят сейчас. А, то есть Тесла на лаврах отставляют? Да, да, их отставляют туда дальше, потому что она может сегодня стоять, завтра стоять, потом через неделю загореться, то есть, потому что коррозирует проводка, вода все-таки делает свое дело. Поэтому точно не надо покупать утопленную Теслу. Такой низкой ставки еще не было. Кредит в Альпо-банке от 4,5%. Получите деньги уже сегодня. Вот это обламинго, вообще просто. Я не знаю, как это объяснить и как это обосновать. Представь, они пробили машину, которую мы хотим посмотреть. Засуетились сразу. И они, она такая ушла к менеджеру главному, тетя, которая там все это оформляла. В итоге такая подходит и говорит, вы знаете, мы закрываемся через 5 минут, и мы не можем вообще никого вам дать, чтобы кто-то вам вывез эту машину и показал. Я в смысле вывез и показал. А мы можем пройти, посмотреть. Ну, к сожалению, дилер, который продает эту машину, против того, чтобы мы ее кому-то показывали, в плане того, что пускали кого-то. Бентли, который вот, чтобы понимали, ребят, который мы нашли, он уже весь чистенький, весь отмытенький стоит и ждет, когда его кто-то купит из лошков. Я не знаю, меня бомбить начинает. Просто вот, 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 вот реально бомбит. Потому что они помыли его. Но одну фотографию, вот вы сейчас увидите, что они не промыли. Они не промыли крышку багажника. Вот ты поднимаешь, где аккумулятор, а там просто все коричневое сейчас. Ну, короче, это просто подстава, и Копард в очередной раз обосрался. Я по-другому сказать не могу. Мы тоже походу, потому что мы ехали-ехали, и так они никуда и не приехали. Ребят, я постарался собрать в этот выпуск максимально интересную и полезную информацию. Я надеюсь, что никто из вас не совершит ошибок, и никто не попадет. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайк, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видосом. Я думаю, что он окажется многим полезен. Друзья мои, спасибо за ваше внимание, и увидимся, когда увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok